приветствуем наших подписчиков и гостей канала эзотерика для тебя друзьям и вас всех приветствуем в изобилии и недостатки сегодня в этом видео поговорим о том нужно ли давать деньги алкоголикам когда они у вас просят очень важную цену информации мы рекомендуем друзья про среди это видео от начала до конца прямо сейчас ставьте лайк этому видео друзья у нас много важной ценной информации поэтому таким образом между нами происходит энергообмен и так друзья с вас лайк итак давайте поговорим о том нужно ли давать деньги вот попрошайкам алкоголиками как это может повлиять на вас на вашу карму и вообще на отношения с деньгами часто мы с вами идем по улице и видим в парке возле супермаркета мы можем увидеть попрошайка алкоголик часто не могут быть пьяными вонючими или бывают такие вы знаете более такие современные но вы знаете что они эти деньги используют не по назначению и вот здесь возникает вопрос давать ему эти деньги или не давать да казалось бы у вас кармане завалялись пару копеек и вы думаете да ладно даме эти деньги но таким образом вы можете привлечь на себя денежные проблемы почему дело в том что когда вы проходите и попрошайка старается обратить на себя внимание ваша энергия уже переключается на этого человека что дальше происходит происходит обмен энергиями и представьте себе что у этого человека тяжелая карма у него постоянные были проблемы в жизни он сам по себе достаточно слабый он не хочет бороться не хочет добиваться ничего ему так удобно потому что у него что-то в жизни не так произошло а может ему просто нравится пить и представьтесь теперь себе вы столкнулись взглядами и он вам протягивает руками просит дай хоть пару копеек и вы в этот момент думаете ну ладно жалко же человека да ну ладно купит он себе там что-то из алкоголя ну купит же он себе и хлеба наверное и вы в этот момент даете ему свои деньги смотрите дело в том что часто попрошай вы даете как правило небольшие суммы да потому что но мы живем с вами в таком мире когда давать случайному прохожим большие деньги ну как-то это наверно некорректно в первую очередь и неправильно потому что вы сами зарабатываете свои деньги кровью и потом и представьте себе вы ему даете деньги он начинает вам вслед говорить не очень приятные слова теперь смотрите вам вам уже отправляют определенные негативные разрушительные посылы которые вы получили взамен вы дали деньги вы хотели сделать доброе дело но взамен вы получили в свой адрес проклятия то же самое очень часто происходит когда вы проходите мимо и не даете денег вам также могут сказать какие-то не очень хорошие позитивные слова очень редко когда вот попрошайки они отправляют вам истинные чувства или возможно вы видели такую ситуацию автобус между городом курсирует и время от времени заходят туда цыгане них чего не хотим плохого сказать цыгане но цыгане есть разные как говорится у каждого в семье есть свои нюансы да и вот представьте себе не заход начинает просить там 5 копеек условно да и вы не даете они как правило всегда еще далее говорят начинают что-то желать и многие люди боятся того что они что-то не так скажут или не так что-то и мы ответят не так посмотрят и всегда стараются найти как откупиться но вы должны понимать что как только вы создали между этим человеком и с собой именно взгляд посмотрели на друг друга вы уже начинаете обмениваться энергиями и дальше все зависит того что человек вам сказал или не сказал вы это принимаете поэтому что вы должны осознать и понимать что на данном этапе вы обмениваетесь на в первом уровне это энергиями да мы их не видим мы не видим что происходит у человека внутри но мы таким образом обмениваемся энергиями кроме того должны понимать что как правило попрошайки это у людей бизнес так же самое как у кого-то супермаркеты кого-то магазины кто-то продает вещи сказать что это плохо или хорошо нельзя но вы должны понимать что это своеобразный бизнес когда человек вот попрошайничеством пытается заработать себе деньги на хлеб при этом для него он считает что это самый оптимальный вариант для того чтобы заработать деньги и здесь вы должны понимать что когда вы происходит вот обмен энергиями вы таким образом хотите вы или нет вы цепляетесь за вот эти негативные посылы за негативные энергии потому что человек может говорить вам в лицо одно а в этот момент если он имеет достаточно сильную энергетику то он вам отправляется всем другой не очень хорошие и что происходит вы таким образом заплатили за вот это вот недобро которое вы возможно хотели сделать с самыми лучшими побуждениями также обращаем ваше внимание через вот такие словесные слова со стороны попрошая к алкоголиков вы можете и забрать себе финансовые проблемы вы можете забрать себе какие-то неприятности но это все то что человека другого в жизни кроме того вы должны понимать это что те люди которые вы дали деньги вот этим попьян попрошай к малка алкоголикам вы должны понимать что деньги куда уходит они не уходят действительно всю эту семью или на покупку хлеба они уходят вот именно в те места где вот это все продается где вот напомните были в 90-е годы дома говорили самогон паленку вот там бурду какую-то делали кто-то назвал их квадратами и представьте себе сука там негативной энергетики было и представьте себе вот этот человек который привык быть вот этой вот энергетики вы тем самым его как говорится подцепили к себе конечно же возникает вопрос а что же говорить для того чтобы вот не принять на себя тот негатив потому что я еще раз повторимся вне зависимости вы будете давать деньги или не будете давать деньги если вы дадите денег что почему так мало да и вас могут сказать не очень хорошими ваш адрес сказать не очень хорошие слова или вы не дадите вам все равно скажут что вы жадный злой и так далее конечно не давят на психологию человека не и понимают они знают знают при этом у кого просить потому что как правило сильные люди никогда не дают деньги потому что они знают и такие алкоголики они повидали много в жизни перед тем как вот заработать свое состояние или стать успешным удачным и благополучным поэтому здесь очень важно чтобы вы особенно если вы очень сильно такой вот мнимый человек вам очень важно всегда говорить следующие слова и так если в к вам кто-то подошел и попросил что-то а вы не дали и отходя от такого человека всегда мысленно про себя скажите следующие слова возьми себе чего желаешь мне аминь и вот эти слова говорите так всегда запишите к листке бумаги первое время кого вроде бы они несложны но дело тоже когда приходит этот момент почему-то люди забывают вообще любые слова даже люди бывают что забывают даже самую простую молитву молитву отче наш возьмите за вы купите вот себе маленький блокнотик малюсенькие вот карманы и записывайте вот возможно первое время будет сложно но если вы сделаете какие-то для себя там разделы и как-то будете выделять выделять вы со времени ваш мозг запомнит и даже в ужин будете найти на неосознанном уровне говорить эти слова еще раз возьми себе чего ты желаешь мне аминь и если человек вам пожелал что-то хорошего и от чистого сердца конечно же в хороший и придет а если вам пожелали плохое то этот человек пусть сам себе забирает если вы уже поставили границу поставили черту к через которую к вам этот негатив не пройдет и вообще будьте пожалуйста внимательны и осторожны вообще когда вы кому-либо даете деньги почему потому что очень часто даже бабушки те же одуванчики так называемые да а как правило они состоят то есть они попрошайничают они просят деньги но в реальность им приходится делиться так называемой своей крышей многие будут удивлены но это также как мы уже повторимся это целый бизнес где свои какие-то уровни и так далее и так далее поэтому старайтесь быть лучше вот хотите купить этой бабушки кусочек булочку возьмите колбасочку купите не надо много килограммами там буквально допустим той же колбаски 100 грамм пусть я просто пояс одну булочку купите или там 100 грамм сыра того то есть но не надо стараться стрелиться что-то сверхъестественное вот то что у вас есть вот поделитесь потому что деньгами это не всегда будет но вы должны это чувствовать друзья от сердца если вы не чувствуете ничего проходите мимо ничего с вами не произойдет помните о том что очень часто люди они не чистые на помыслы свои и таким образом он перенести вам определенный негатив а вам придется от этого негатива после этого еще отмываться и отмываться помните пожалуйста об этом друзья мы надеемся что наши советы и наши рекомендации вам помогают жизни с вами как всегда был канал эзотерика для тебя друзья обязательно подписывайтесь на наш канал за ставьте лайк этому видео обязательно поделитесь этим видео с теми кого вы любите кого вы цените кому вы желаете мира любви гармонии пусть они также знают об этой важной ценной информации друзья прямо сейчас на экране вы видите два прямоугольника это следующее рекомендованное видео для вас нажимайте на то есть который вам на интуитивном уровне понравилось больше и смотрите друзья всех вам благ услышимся с вами следующем видео